У нас студия Анна Коновалова, руководитель студии Пилатеса, и Татьяна Василенко. Она поможет нам сегодня эту практику Пилатеса увидеть. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Татьяна. Ну вот прежде чем мы сегодня покажем нашим зрителям некоторый комплекс, на что он будет направлен? О чем сегодня пойдет речь и что мы сегодня увидим? Этот замечательный ролл для Пилатеса помогает решить ряд задач. Улучшить координацию движения, восстановить тонус мышц, снять болевые синдромы, мышечное напряжение, суставное напряжение, снять фасциальное натяжение тканей, миофасциальных заживых цепей, то есть улучшить функциональное состояние организма, также запустить функциональный организм, и чтобы у нас кровоток циркулировал, жидкость, без задержек, чтобы мы чувствовали себя на одной волне, чтобы работоспособность наша была единым целым. Также мы можем тренировать как сложные здесь движения, также мы можем сделать массаж, легкие расслабляющие движения. Мы сегодня все это увидим, да, ну или хотя бы часть того, о чем вы сказали. Прежде чем все-таки вот Татьяна начнет нам показывать, вот это все-таки специальный снаряд? Или можно взять, например, свернуть коврик, или свернуть плед, или одеяло, или лучше, чтобы это был все-таки специальный снаряд? Нет, должен обязательно быть ролл, он должен быть жесткий, потому что мы должны, если мы ложимся на него, мы должны давить своим весом, а если будет это мягкое одеяло, то мы не получим... То есть это все-таки должен быть специальный снаряд? Да, и желательно такого размера, потому что сейчас есть коротенькие, маленькие роллы, цилиндры, их называют. Мы можем какие-то комплексы на них, но не поломобилы. Ну, нам важен именно такой, и мы тоже, видимо, сегодня увидим, почему важен именно такой размер. Ну что, можем начинать? Мы сейчас выполним упражнение стоя. Ставим его на пол, на вытянутые руки, сгибаемся корпусом параллельно полу, ладонью прижимаем ролл к полу, опускаем голову между рук, колени сгибаем слегка и начинаем наклоняться корпусом и грудным отделом к полу до того положения, насколько вы чувствуете, вы можете наклониться к полу. Останавливайтесь в этом положении, и вы чувствуете растяжение в плечевом отделе, в грудном, расслабляется шея, и вы стоите в таком положении 30 секунд, дышим ровно и поднимаемся. Хорошо. А теперь поворачиваемся спиной к нему, руки положили на ролл, прижали его к полу, с прямой спиной тянемся вперед, спинка прямая, голову чуть приподнять, копчиком дотягиваемся до ролла, сгибаем колени и приседаем до того положения, насколько вы чувствуете опять натяжение в грудном отделе, в плечевом. Раскрываем плечи, не зажимаем, шея вытянута. Все-таки напряжение в спине, оно сейчас есть, да? Здесь идет раскрытие грудного отдела, да, ключично-сосцевидные отростки раскрываются, зажимы в грудном отделе, шея расслабляется, плечи, особенно когда мы сидим целый день за рабочим столом, за компьютером, это чувствуется очень хорошо, когда вы потом сделаете эти упражнения. Теперь берем ролл сзади, прижимаем его к поясничке, руками, к пояснице, Тань, к поясничке, руками сзади прямыми, опусти руки прямые, вот так вот, ручки прямые, смотрим вперед, колени слегка согнуть, ноги на ширине бедер, хорошо. И выполняем такие движения плеч вперед, плечи назад, вперед, назад. Здесь сильно пояснице не нужно прогибаться, шея ровно, плечи не зажимать, движение только от плеча идет, вот так, на раскрытие, как раз опять растягиваемый грудной отдел и подвижность плечевых суставов, здесь и шея, зажимы в шее убираются. А теперь движение плеч вверх-вниз и вниз. Вдох и вниз. Мышцы же надо подтянуть еще, вдох, сильно не зажимаем шею. И круговые движения плечами. Не старайтесь делать движения быстро, делаем медленно, дышим. Здесь важно не количество, а качество выполнения. Шею не зажимать. Стараться выполнять только плечевыми суставами, лопаточками, не подключать дополнительные мышцы. Хорошо. А теперь взяли ролл сбоку, вытянули руки, держим его крепко, также ножки слегка согнули. Стоим ровно, голову подняли, вытянулись макушкой вверх, плечи опустили. И начинаем поднимать ролл, отводим назад, отводим руки назад, отведение, назад возвращаем. Здесь тоже амплитуда может быть своя, да? Если небольшая, ничего страшного, со временем амплитуда у вас увеличится. Несколько раз делаем. Достаточно 5-10 раз. Хорошо. Приподняли руки назад, отвели, раскрыли грудную клетку, задержались несколько секунд в таком положении на раскрытие. И также здесь и укрепляются мышцы, выпрямляющие позвоночник и лопаточки. А теперь покачали руки в стороны, вот в этом движении. Раз, два, мобилизировали тоже плечевые суставы, раскачиваем. Хорошо. Такая небольшая зарядка, которую могут выполнить любые люди, не имея физической подготовки. Да, да. И оно, в общем-то, кажется, я, конечно, понимаю, что Татьяна чувствует, наверное, и напряжение, и там у нее идет внутренняя работа, но с виду оно смотрится действительно таким доступным и очень понятно. Теперь становимся на коленке, ролл кладем поперек мата, кисти ставим на ролл строго под плечи, кисти под плечи, колени под бедра, голову ровненько, плечи опустили. И выполняем движения кистями, кисти вниз и вверх, кисти вверх. Вроде бы, да, такое движение, зачем нам кистями работать? Много людей тоже сидят в офисе, суставы, это тоже очень важно. Мы, может быть, сегодня не успеем, да, проработать все тут и до стоп, очень много упражнений. Но с роллом очень много упражнений. Сделали кисти, зафиксировали. Теперь мы не двигаем кистями, работаем только лопатками. Выталкиваем грудную клетку вверх, грудную округляя спину и назад возвращаем. Прогнулись. Опять выдох, шея остается вытянута, не подтягиваем плечи к ушам и назад прогнулись. Отдох и прогнулись, выдох. Да, очень хорошо прям видно работу такую. Отлично, да, лопаточки, да, работают. Да, конечно. Это можно сделать 10 раз. Теперь мы остаемся в этом положении, бедра перпендикулярно полу. Откатываем ролл вперед на предплечье. Аккуратненько. Так, опускаем голову еще чуть-чуть. Большой палец вверх направляем. Рука жесткая. Большой вверх. Вот так. Класс, все классно. Ага, хорошо. Грудным отделом подтянулись сюда, прогнулись. Можно остаться в этом положении, растянуть сначала, да, спинку. А теперь начинаем округлять спину, как кошечку. Делаем, подтягивая мышцы живота, выдох, стараясь ручки не сгибать. И назад медленно выполняем, не торопимся. Потянулись сюда, вдох. Вот так, остановились в этом положении. И выдох назад. Подкручиваем копчик, подтягиваем мышцы живота. И еще раз. Опустились, сели на пятки, потянулись. Можно выполнить в положении сидя на пяточках. Это будет немного проще. С этого положения округляем спину, подкатываем ролл к себе до ладони, плечи вниз. Вот в таком положении сидя. И назад, вперед. Потянулись, прогнулись хорошо. Теперь ложимся на ролл позвоночником вдоль на спину. То есть мы его располагаем вдоль коврика. Садимся на край копчиком. Вот сейчас мы поймем, почему нам важно именно длинный ролл. Чтобы полностью уместиться в позвоночник. И придерживаясь руками за пол, ложимся и немного сюда сдвигаемся. Вот сколько у нас людей ходит, любого, там, 2 метра, по-моему, все умещаются. Этот ролл 91 сантиметр. Они стандартные, больше не было. А меньше бы мы не смогли бы сейчас это сделать. Руки перпендикулярны к корпусу, 90 градусов. Ладони прижимаем. Хорошо. В этом положении можно даже уже лечь, ничего не делать. У вас уже раскрывается грудной отдел. Тянутся грудинно-ключично-сосцевидные мышцы. Раскрывается грудной отдел. Спинка выравнивается. Выпрямляется позвоночник. Если вы сидели немного скрючившись, то сейчас вы выпрямились, и позвоночник вам скажет спасибо. Например, можно в конце дня, если вы находились устали, можно в этом положении остаться или согнутыми ногами, или положить ножки к стеночке, или там на диван. И ощущение изменится, и, возможно, вам даже больше понравится. В конце занятия как релакс. А мы сейчас покажем несколько упражнений здесь. Поднимаем руки вверх. Перед собой. Руки перед собой. Руки должны быть сильные. Сильные, как палочки. Вытягиваем их за голову, удлиняясь через верх к полу. Если вы можете коснуться полу, отлично. Если нет, ничего страшно. И по полу совершаем медленно. Касаясь пола, подтягиваем руки до ролла. Назад. Хорошо. И назад за голову. По полу на раскрытие. Открытие. Выдох. Потянулись. Хорошо. И так выполняем несколько раз. Три-пять раз будет достаточно. В таком положении это не так, что мы стоя стоим. Когда мы лежим, это немного сложнее, потому что плечи больше выравнивается. Это становится совсем прямой. Не у всех плечи даже опускаются. И руки не у всех касаются пола. Анна, ну вот еще одно упражнение мы успеем показать сегодня нашим зрителям. Что бы это было? Вот может быть, что важно сейчас, находясь в этом положении тела, может быть, в заключении практики. Или просто еще одно из. Руки положили на пол. Теперь через согнутые колени подняли ножки вверх. Можно в таком положении. Руки можно шире оставить. Для уверенности наклоны чуть в сторону небольшие. Ну здесь, наверное, нужен помощник или нет? Не обязательно. Ага, просто понятно, что вы выравниваете положение, да? А здесь баланс такой уже. Можно выпрямить ноги, сделать кружочки здесь небольшие. Велосипед. То есть если бы даже просто Татьяна лежала на коврике на полу, или она сейчас лежит на этом роли, это все-таки разница имеет значение, да? Это и сложнее, наверное, и это другие задачи решаются. Это идет, да, и мобилизация поясничного отдела, и грудного, и шейного. Поставили ноги вниз. Можно руки вдоль туловища, поднять ягодицы вверх, выйти в грудной отдел, еще включить, подняться на лопатки и растянуть поясничный отдел. Очень приятно. Еще один раз. Вдох и выдох. И в конце можно еще закончить спина лежит ровно, шею, подбородок вверх, вытянули. Голова не отрывается от ролла, растягиваем переднюю поверхность шеи, подбородок максимально вверх, скользим по роллу, и подбородок к груди вытягиваем всю заднюю поверхность шеи. Выдох, голову не поднимать. Вдох, не торопитесь в этих движениях, задержали. Вдох и медленно выдох. Не старайтесь тоже голову запрокинуть максимально назад, сделайте это настолько, насколько вам комфортно. И ровненько шею сделали, и в сторону посмотрели через плечо, в сторону на пол. Вдох и с выдохом в другую сторону выдох, потянулись. Если вы это сделаете вечером перед сном, вам будет очень хорошо и комфортно засыпать. Можно это сделать после занятий силовых тренировок, тоже расслабить, потянуться. И еще есть очень интересное упражнение, когда вы можете сделать самым массаж. Вот миофасциальный релиз, это модное слово, когда вы можете делать прокатки различных групп мышц, и голени, и икры, бедро. С помощью ролла. Да, с помощью ролла. Ну, успеем ли мы сейчас что-то увидеть? Мы можем показать. Ложимся. Давай, Таня, сделаем спинку на лопатке. Ну да, хотя бы покажем принцип. Вот спина тоже, это самое тоже простое, руки за голову, и тоже любимое нашими клиентами. Ноги согнуты, поднимаем ягодицы вверх, голову держим, не запрокидываем, и выпрямляя и сгибая ноги, мы начинаем перекатываться до лопаток и до пояснички. Выдох, толкая себя ногами. Вдох и выдох. Это очень приятное упражнение, такой легкий массаж. И вы можете это делать дома каждый вечер, не обязательно ходить на массаж. Да, удивительно. Ну что, я думаю, что мы сейчас, да, будем завершать. Да, будем завершать. В принципе, вся сегодняшняя практика, она была направлена на то, чтобы снять напряжение, на то, чтобы найти, да, комфортное. Татьяна, вы можете оставаться в комфортной для себя, в комфортном для себя положении. Мы с телезрителем вам еще немножко позавидуем, потому что вы находитесь в этом состоянии. Ну, а я напомню, что в студии у нас была руководитель студии Пилатеса Анна Коновалова, и Татьяна Василенко нам помогала увидеть практику Пилатеса. Ну, а на сегодня это все. Я благодарю всех, кто провел это время вместе с нами. Всем самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова